ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется, чтобы они и дальше были на пользу нам. Как это сделать, чтобы ничего не навредило из еды? Для того, чтобы наготовленное не было выброшено в мусорное ведро, все-таки надо каким-то образом распределить продукты и понимать, что мы можем съесть в первую очередь, что мы можем оставить на потом, и как потом это все в течение дня будет доедаться. Так, вспоминайте, что у вас в холодильнике осталось, и сейчас будем распределять эту еду. Что нужно съесть раньше, а что можно отложить на потом. Очень важно, чтобы это все хранилось в холодильнике. А как же вот это? От новогоднего стола отползли, чуть-чуть поспали, и первым делом, что у нас там покушать? Ну, кто-то должен остаться тот, который все-таки уберет это в холодильник. Я знаю, кто это будет. Женщины, конечно. Естественно. Поэтому начинаем блюда выставлять по мере того, как они начинают портиться, да? Так, скоро 5 часов. Что нужно съесть из оставшегося после новогодней ночи в первую очередь, Свет? Первое, что мы должны съесть, это у нас салаты, которые содержат майонез. А вот посмотри, что там у нас осталось. Так, что там у меня с майонезиком? Шуба. Кто-то не доел шубу. Вот давай мы ее первую сюда отнесем. Пахнет. О, еще хорошо. Ваша тоже еще вкусненькая. Так, сейчас будем есть. Затем мы возьмем мимозу и оливье. В общем, все, что с майонезом, да? Наш домашний майонез очень вкусный. Мы с Танюшей Литвиновой уже давно научились сами его готовить и вас научили. Так что у нас, конечно, все блюда с домашним майонезом. Да. У них не более суток срок хранения. Что может дальше произойти, если вдруг салат такой останется, например, до 2 января, а кто-то захочет его съесть? Во-первых, если это будет не герметично упаковано, начнутся процессы прожения. И, собственно говоря, те компоненты, которые там есть, они могут сослужить очень хорошей питательной средой для различных бактерий. А я вот знаю, что многие и так определяют домашнюю еду. Кислым не пахнет, значит, еще можно есть. Это правильный подход? Самое первое, что мы должны сделать, мы должны, во-первых, блюдо хотя бы понюхать. Не сразу приступать к детям. Потому что, на самом деле, если оно простояло целую ночь, и мы забыли спрятать его в холодильник, то, безусловно, у него появится специфический запах такой подкисленной, да, то есть кислоты. Такое блюдо, естественно, кушать нельзя ни в коем случае. Но бывает иногда, что съел вроде бы салатик с майонезом, который имел хороший запах и даже вкус, а оказался на больничной койке. К сожалению, такое тоже бывает. Процессы болезнетворных бактерий, которые там содержатся, они начинаются гораздо раньше, чем это проявляется уже каким-то там, скажем, вкусом или запахом. Обязательно нужно помнить о последствиях, да, которые могут быть. Это может быть на самом деле тяжелое пищевое отравление. Итак, до пяти часов съедаем все, что с майонезом. Оливье, селедка под шубой, мимоза – это при том, что все салатики хранились в холодильнике. Дальше выясним. Шесть часов, до шести, что нужно съесть? На столе у нас есть винегрет. Так, овощной салат без майонеза, а тоже нужно быстро съедать? Да, дело в том, что здесь есть соленые огурцы. То есть это уже заведомо блюдо, которое не должно долго храниться, потому что тоже процессы ослезнения, развития бактерий разных тут в этом блюде будет очень хорошо присутствовать. И следующее блюдо, которое у нас есть? Пюре с котлетами. Котлетки! Ой, не говори. А почему это нужно поскорее съесть? В пюре добавляется молоко и масло. Молоко, ну, понятное дело, само по себе является хорошей питательной средой. Крахмал, который содержится в картофеле, тоже является питательной средой для бактерий. Поэтому там уже начинаются процессы закисления, брожения и так далее. А котлеты, учитывая то, что это, хотя и прожаренное блюдо, казалось бы, оно должно храниться дольше, да, но в котлетах очень много сохраняется сока. Он является питательной средой тоже. До 6 часов, с 5 до 6, если у вас осталось пюре с котлетками и винегретик, то вот это такой скромненький праздничный ужин. Съедим и успокоимся. Конечно, да. Я так чувствую, что 1 января тоже в 9 часов никто не ложится, правда? Ну, естественно. Так что можем себе позволить поздний ужин, например, в 23 часа? 23 часа. Значит, у нас есть два замечательных таких блюда. Это холодец и жаркое. Вкусненько. Жаркое запекается в духовке, там высокая температура, и поэтому оно может немножко дольше постоять, потому что температурный режим все-таки, он влияет на бактерии, которые там развиваются. Я хотела бы остановиться вот на холодце и сказать следующее. Холодец хорошо проваренный, он хорошо хранится в холодильнике. Конечно, и недельку можно. И недельку может постоять. Но вот эти вот добавки, лимон и какие-то овощи еще для украшения. Украшаем, да. Конечно, но вот лимон, он может явиться тем пусковым механизмом, который начнет закислять вот эту вот еду. Нужно добавить только вот в те порции, которые вы планируете поставить на стол. Поэтому до 23 часов мы должны съесть тот холодец, который мы украшали специально к новогодней ночи. А тот, который вот мы по правилам сварили, как ты рассказала, он может в холодильнике стоять неделю. Конечно. А есть вот эти же еще порции холодца, которые мы начали и не доели? Их когда можно? Дело в том, что если туда никто не лазил ложкой, это на самом деле может храниться дольше. Как только там уже побывала чья-то ложка, значит, это блюдо мы должны съесть в первую очередь. А вот там вот у меня как раз такой холодчик остался. А вот оно, да, оно и есть. До 23 часов-то у меня время еще есть. Вот, собственно, быстро и доедаем. Да. Итак, до 23 часов мы должны уже, по идее, вот это вот все съесть, да? Это ужас. Это хорошо, сказали мужчины, которые сейчас только набирают аппетит. Боже, вот это первое января, да, когда все проснулись и понимают, что еда еще осталась. Вот это вот сейчас. Вы чувствуете? Хорошо. Да. И все-таки смотри, еды после новогодней ночи еще осталось достаточно. Что с ней можно делать? Можно ли завтра ее есть? Значит, 2 января. Вот смотри, у нас есть, например, курица. Осталась моя курочка печеная. Да, мы ее поставим сюда, это будет у нас с завтраком. Белки. Да. На завтрак самое то, что есть. И мясо по-французски. Дело в том, что вот мясо по-французски, на самом деле, это тоже блюдо, которое подвергается хорошей тепловой обработке. То есть высокая температура, она дает возможность это блюдо сохранить дольше и использовать его на завтрак. Самое главное, упаковать его надо хорошо и поставить в холодильник. Вы понимаете, в чем прелесть разговора с диетологом почти в 5 часов 1 января? Потому что вот мы открываем холодильник, смотрим у нас, салат оливье стоит? Стоит. Курочка печеная стоит? Стоит. Что его раньше есть? Оказывается, есть продукты, которые нужно съесть в первую очередь, а те, которые можно отложить. Если мы сразу все будем есть, оливье, картошку с котлетами, винегрет, жаркое, холодец. А что? Ну, ты знаешь, я боюсь за здоровье наших сограждан. Об этом мы поговорим в одной из следующих программ. А сегодня, 1 января, разбираемся, как все доесть. А мои любимые грибочки? А вот грибочками здесь ситуация такая. Их можно хранить достаточно долго, если они, например, приготовлены без сметаны. Пожарила и так в холодильник? Да, и в холодильник. И по мере необходимости добавлять сметану, например, да, и подавать на стол уже теплое, горячее. И мы сразу их относим вот сюда. Они у нас должны быть съедены в первую очередь. То есть блюда со сметаной и с майонезом доедаем в первую очередь? В первую очередь, да. Если бы это были просто жареные грибочки... Грибы мы могли бы их оставить вот в холодильнике на пару дней. Осталось самое вкусное и, пожалуй, самое неполезное. В тортике. Известно, да, что вот чем дольше стоит тортик, особенно там Наполеон, который пропитывается, да, таким кремчиком, становится мягенький, такой вкусненький. Но дело в том, что если коржи перемазаны не заварным кремом, а сметанным, то такие торты нужно съедать в первую очередь, да. Но если это заварная крема, значит, на 2-3 число мы можем и сладенькое оставить. Ну это же здорово, потому что мне не придется оливье с тортом есть. Есть еще большое количество рецептов тортиков с масляным кремом. С этим кремом как быть? Масляный крем начинает все равно окисляться, поэтому лучше постараться в эти же дни где-нибудь в промежутках между приемом пищи это все так вот по чуть-чуть и съесть. Субтитры создавал DimaTorzok